МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь мир твоим программам. А звезду мне подаришь? Обязательно. Сейчас мы тебе, принц, покажем кое-что. Слишком много разговоров. Возвращайся скорее, и я поцелую от хвоста до утрен. И я буду дальше предавать твоих друзей. Простите его, девчонки! Раздевай, давай, раздевай, раздевай! Здравствуйте, я Ксения Бородина. Это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Оказывается, у Рафаэля Уткунова настоящее раздвоение личности. В городке он тихий и неразговорчивый, а вот за периметром превращается в уверенного ловеласа. По крайней мере, именно так отзывалась о нем Рада после вчерашнего свидания. А вот сегодня у нас предварительное голосование. И, может быть, теперь Рафаэль выберет Раду, а не Ульяну, вместе с которой пришел на проект. Впрочем, каждый из наших мужчин с помощью одного лишь поцелуя способен окрылить любую девушку. Наступил 1290-й день нашей телестройки. Антону нравилась Наташа Варвина, а с Оксаной он только дружил. Однако теперь ситуация изменилась, и Антон флиртует с Оксаной. Сегодня они спали вместе. Однако утром он подарил букет цветов и открытку не Оксане, а Наташе Варвиной. Ульяна тоже оказалась в любовном треугольнике. Вчера новенькая Рада, как настоящая цыганка, привела в городок табор и украла Рафаэля, чтобы уехать с ним на романтическое свидание. Ульяна до последнего доказывала всем жителям городка, что Рафаэль никогда не позволит себе флиртовать с другой. Но на лобном месте выяснилось, что Рафаэль позволил Раде себя поцеловать. Из-за этого Ульяна проплакала всю ночь. Не трогай меня. Ты зачем мне зло мне делаешь? Мне плохо. Я тебя хочу, чтобы вылечил. Ты меня не сможешь вылечить. Почему? Ты можешь сделать только хуже. Почему? У тебя сущность такая. Какая сущность? Вот такая. Это у меня положительная сущность. Подвинься. Ты мешаешь мне. Мне неудобно лежать. А мой-то тебе розы подарил. Я с ним сплю. А розы дарят тебе. Дожили подруженька. Ой, какой у него почерк красивый. Ого. Так много. Ты с двух сторон прочитала? Вот начало. Вот начало. Он просто перевернул концом. Ай, конец там такой. Что не хорошо, что друзьями было. Что будет сегодня? Предварительно, да? Не хочу так. Это предварительно, черт. Девочки выходят, а мальчики... Я сегодня первый раз останусь одна. Почему? А может быть, Рома? А, Гена. Да прям. Как Гена будет? Кена, по-моему, только у тебя, который вот именно только вот по настоящей симпатии выходит. Смотри, предвариловка будет? Я не знаю. Я за Риты не буду выходить. Как ты думаешь? За Риты? Ну да. Ну, за Олей ты выходил. Конечно. Ну, вы будете подержать ее. Ну, в зависимости, если она тебе нужна. Если она тебе не нужна, то даже не стоит. Смотри, какая ситуация. Допустим, я хочу с ней пообщаться как-то, там поговорить. Она, ну, реально просто игнорирует меня. Уходит. Ну да. Тогда, я думаю, пусть она сегодня на предвариловке. За ней, может, пару снежков выйдет. Снеговиков. И снежками ее надо зашвырять. Ты знаешь, что у нее предвариловка, мне даже не очень хочется, чтобы он выходил за мной. Спасибо. Ну, вот как, если по-дружески подержать, то пусть выйдет. А если вот с намерениями создать пару, не хочу, он маленький очень. Вот мне говорила, Наташка, не туси с ними. Тебе его как клеймо повесят. Вот оно так и получилось, как клеймо его сейчас на меня вешают. Конечно. Тут все серьезно, здесь просто так нельзя подожигать, и все. Тут если зажигаешься, тут пару на себя, блядь. Иначе будут исключения из правил. Я не готова жить с сыном, со своим. Богатыря хочу. Что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты со мной нормально общалась. Это тебе не светит дальше. Почему? Потому что. Почему? Потому что ты меня обидел, и... Я тебе попросил прощения, то, что я тебя обидел. Я не помню этого. Еще раз могу попросить прощения. Попроси. Повернись по мне. Не хочу его. Ну, вот я тебе... Лена, искренне прошу прощения. То, что я тебя обидел, то, что я заставил тебя нервничать, заставил тебе боль. Я больше не буду так делать. И стараюсь так, чтобы ты у меня всегда только улыбалась, смеялась, и радовалась. Я как любил, так и люблю, и буду любить. Обычно, когда знакомиться с родителями, это значит к свадьбе. Слишком много разговоров. Поехали. Весь мир твоим ногам. А звезду мне подаришь? Вчера в городской квартире Солнца Дмитрий Шмаров отмечал свой день рождения. После чего Дима и некоторые друзья ребят остались ночевать у Солнца. А вот у Руслана и Виктории наконец-то была возможность провести ночь наедине, так как Семен и Лена, которые временно жили у них в связи с ремонтом на поляне, уезжали в Екатеринбург. Сегодня пара возвращается, но, похоже, Рассел и Тори уже немного устали от гостей. О, как раз вспомнил вас. Я все вспоминал. Тебя вспомнил и удивился, как так мы сумели породниться, что ваши трусы валяются в одной куче с моими. Я здесь все критикую, здесь схожу. Слушай, ну это ж круто. Ваши красные трусники в семейной кучке. А что, здесь у кого день рождения было? Шмаров здесь что там делает? Срептизерши какие-то? Сегодня день рождения будет у Карины, по ходу. Так, а где мне этапки? И поэтому хочется узнать, какие планы у вас на будущее. У вас пожелания какие? В плане чего? В плане жилья или вообще, какие у вас планы? По поводу жилья? То есть вы будете жить в городе или жить там? Если у вас будет желание остаться в городе, прямо такое жесткое, тогда надо будет решить, чтобы принимали вас у себя, и мы, и остальные показать свое господиемство. Чтобы мы по комнатам ходили? Не, чтобы все показывали свое господиемство. Ты не можешь в таком шуме вставать, что ли? Давай. Ты хочешь сказать, ты такая смуглая была всегда, да? Да. Ты мне рассказывай сказки. Я смуглая всегда. Я вообще не ходила в саляре. Слишком много разговоров. Поехали. Зеркало. Семен. А? По нашим молдавским южным обычаям, обычно, когда знакомиться с родителями, это значит к свадьбе. Я как понял, скоро будем веселиться. Я тебе скажу, за 10 лет, сколько я встречался, вот там с девушкой, 9 лет встречался, в истории 2 года уже, ни разу не познакомил ни одну девушку со своим дедушкой, там с отцом. То есть у меня реально такая принципиальная тема, не буду знакомиться, не уверен. Вот сейчас едем знакомиться, значит, это к этому идет. А вы? Немножко другая тема была. Тут у меня был просто день рождения, и я хотел куда-то уехать. В свой день рождения. У меня было два варианта. Поехать к себе на родину, где я не был 14 лет, либо поехать вот в человек, который очень хотел домой. Очень-очень. То есть она вот как приехала, так ни разу дома не была. Что, устала от дома два? Вообще она родителей не делала. Она первый раз там настолько долго уехала. То есть такой большой срок. Я вот тоже через пару недель буду знакомить Викторию. С отцом, с дедушкой. Итак, задание сегодня следующее. Ребят, у нас сегодня предварительное голосование. В связи с этим мы берем с вами лопаты и чистим лестницу, и чистим здесь вот периметр, потому что нам всем здесь сегодня целоваться в губы страстно-страстно. Каринка сегодня работает меньше всех, как обычно, потому что у нее сегодня день рождения. Да ладно, я очень даже хочу поработать. Давайте введем традицию в день рождения, и меня не работает. И двигайтесь только сверху вниз, соответственно. Ну понятно. На штампу. Подарил сегодня цветы Наташи Варвиной, а ухаживаешь при этом за Оксаной. Объясни, как так? Дело в том, что, ну, за Наташи Варвиной цветы подарил для того, чтобы оставить некую точку, скажем, в наших непонятных отношениях. Точнее... Слушай, у нас прямо здесь все любители расставить точки. Когда не спросишь, тот человек целуется у нас, Рафаэль, чтобы точки расставить, тот и цветы даришь. Какое-то странное, мне кажется. Нет, просто смотри. Получается так, что, когда я пришел в финал проект, я объявил, ну, как бы, симпатию себя позже, к Наталье Варвиной. Нас пропустившись некоторое время, поняли, что мы просто, на самом деле, друзья, поняли для себя, как бы, с каких-либо объяснений. И потом, многие до сих пор продолжают думать, что мы с Натальей, там, что от нас может быть. А она-то это поняла, что вы просто... Да, поняла. Ты не веришь? Да, я уверен. И вот, и чтобы, скажем, показать всем, что с Натальей все решено, мы с ней друзья, и сейчас, как бы, некий такой зеленый цвет, как Саня. Потом эти цветы, и там записка, объясняющая все. Судя, не успела войти, увидела, как вы уже с Антоном там обжимались вообще. Ну, обнимаемся, да. Возьмем, что-то все встанет с тобой. Да, встанет. Ты уже с ним на эту тему говоришь? Ну, я по нему просто вижу. Встанет. Тебе нравишься? Ну, я думаю, да. А он чего? Ну, мне с ним весело. Как с другом? Ну, чуть-чуть больше, наверное. Просто такая девушка у нас умная, зрела, а он такой маленький. Ну, вот это, наверное, и отпугивает, а с другой стороны, мне весело с ним. Пока не пришли другие ребята, я повеселюсь. Я так понимаю, пропала у тебя уверенность в Рафаиле. Вчера, пока его не было, ты думала, ничего не будет. Но вот, насколько я понимаю, ты услышала, что он и целовался там, и венопил. Уверенность не пропала, она как была такая осталась. Просто мне было немножко обидно, то, что я вчера целый день отстаивала его, наше чувство, да. Вот, многие ребята как-то провоцировали меня на какие-то эмоции, вот. Но я не сдавалась до последнего, до лобного места. И вот тут он приходит и говорит, да, я позволила себя поцеловать, но в щечку этот дружеский поцелуй. Во-первых, когда мы шли на проект, мы же пришли парой, мы дали друг другу обещание, что на романтические свидания с девушками, там, молодыми людьми мы ходить не будем, а тем более позволять себе каких-то лишних телодвижений, типа там, поцелуй хотя бы даже в щечку. Вот. Стыдно мне на самом деле, но я вчера всю ночь проплакала. Вот у меня сегодня опухшие глаза и нехороший вид. На самом деле, я себя не очень хорошо даже чувствую. Вот. Мне было очень обидно просто, и все. Потому что человек сам давал какие-то слова, клятвенные обещания, а тут собрался и пошел целоваться. Ну, не знаю, почему тебя назвали Рафаэль, я тебя назвала Ромео. По полной программе вообще вчера, значит, рада тебя украла. Вот. Повезла веселиться. Мне кажется, ну, не очень было красиво в отношении к Ульяне выступать. Или я ошибаюсь? На самом деле, я все понимал, я ей говорил, что я никуда не поеду, ни на какие свидания, но я понимал, что Рада будет продолжать, у нее будут всякие стычки вот в доме с Ульяной. И этому нужно было поставить конец, поэтому единственный выход был съездить на такой вот добровольно-принудительный, как я назвал это. Рада говорила, что тебе очень понравилось свидание, что ты там смеялся, веселился. Ну, мне понравилось, как выступали цыгане, на самом деле, да, действительно так. Но, на самом деле, если бы я хотел бы строить отношения с Радой, я бы это сделал бы и... Ну, давай Ульяна поедет с Костей на свидание, там они поговорят, они же так дружат. Ты будешь не против этого свидания? Ну, конечно, мне было бы неприятно, может быть, да, может быть, это ревность какая-то морская. Ты всегда ставь себя на место другого человека, понимаешь, и поймешь, насколько я вчера был неприятно. Вообще, Ром, я вот о чем хочу поговорить. У меня такое ощущение, что у тебя нет своего мнения. Ты в основном слушаешь ребят, принимаешь их точку зрения, стараешься всем угодить, сохранить хорошие отношения. Вот, мне кажется, это не очень правильная позиция. Ну, нет, это не совсем так, потому что, придя на проект, была ситуация с Ольгой, вот, и после того, когда мы с ней расстались, то, что расстались, она выбрала Андрея, вот, я действительно ждал, когда придет Рита. И, может быть, я не принимаю активного участия каких-либо там решений вопросов, там, не думаю по поводу голосования, просто дело в том, то, что мысли у меня были непосредственно вот об Ольге и о Рите на протяжении всего этого времени. Ну, а тебе вообще вот это не паришь, что у тебя вторую девушку уже забирает Андрей? Конечно, парюсь, да. Вот, не то, что парюсь, но, нет, я не считаю, что Андрей... Ну, а чем он лучше тебя? Вот скажи, чем он завораживает девушек, двух сестер? Я не могу понять, чем он лучше меня, но дело в том, то, что он как навешал лапшу вот Ольге, вот сто процентов говорю, и также вот по поводу Риты. Я не знаю, чем он Рите, как сильно понравился. Ты думаешь, не одна девушка, и на самом деле ему не нужна? Конечно, не нужна. Вот смотрите, на самом деле пройдет неделя, вот максимум две недели, и с Ритой точно Андрей не будут вместе. Это вот мой прогноз, и я вижу, как ведет себя Рита, как ведет себя Андрей. Андрей сам по себе такой человек, он меняет девушек, очень нехорошо поступать, что он так обращается с девушками, непосредственно с Ольгой и с Ольгой. Да дело не в том, как он даже с девушками поступает. С девушками нехорошо, он поступает, бог бы с ними. Вопрос, что это твои девушки, которые все стадами просто уходят к Андре. Ну, на самом деле, я думаю, может, он себе поставил цель конкретную, вот девушке, которая ко мне приходит, он... Ну, так, может быть, тебе поговорить с ним на эту тему? Да, я обязательно поговорю с ним на эту тему. Все, а вы, а, то есть вы расстаетесь? Ну, судя по выражению лица, вам осталось чуть-чуть. Нет, да? Извините. Потому что я каждый раз, когда я вижу Черкасова, я понимаю, сколько... Нет, у меня просто новый план, Русь. А, ну-ну-ну. Забить третью шайбу Канаде и отбить Олю вновь. А Рита? Рита поймет. А Рита привяжет его к столу, блин, и за ворота выгонит. Рит, да тебя мама домой заберет, сто процентов. Она вот это вот, даже если это мама будет Ирина Александровна... Ирина Александровна, да? Если Ирина Александровна будет вот это вот все видеть, даже вот эти вот невинные между нами разговоры, естественно, ей как маме это не нравится. Естественно, она будет понимать, что ты связалась с шизоидно расстроенным парнем, понимаешь? Которому хочется все время что-то доказать. Кому-то. Я поняла, что это не мой человек, он и раньше. Нет, на самом деле, Ольга-то правильно сделала, вот сто процентов. Говорит, просто супер, молодец, серьезно. Видишь, я как подугадала ситуацию. Просто мне не нравится, что Андрей это выставил. Люди, которые со мной знают... А как он выставил? Он выставил, типа, он бог, он решил со мной расстаться. Нет, Ритм, на самом деле, он выставил себя полным идиотом, правда тебе говорю. Он был инвестором. Ой, господи, понимаешь, слава богу, какая разница? Главное, понимаешь, что все... Все вообще, такой бред, просто, ну, Надька видела, короче, все видели, да, что и мама моя слышала по телефону, я два дня уже говорила, что мама, я уже разочаровываюсь, я уже не знаю, как это вообще-то быть. Просто я как бы не могу, я не такой человек, который сразу там скажет, да, например. И ты знаешь, я вот чисто вот по-мужски тебе скажу, сравнивая Олю... И Риту. И Риту. Тебе не обидно, что вас сравнили? Нет, вообще тебе не обидно, что он говорит сейчас в уничижительном тоне от твоей сестры? Подождите, подождите, ты сейчас... Он? Да. Рита. Сейчас он договорит, и я скажу. Я же не договорил, видишь, Руслан, он молодец, он знает, когда вставит свои три рубля. Заметь, не две копейки, три рубля. Вот. По женственности, по обаянию, по очарованию, по страсти, по нежности, Рита настолько превосходит Ольгу в свои 17 лет, что добро пожаловать Канаде, для Ольги, конечно, пожалуйста. Вот, а мне хорошо с Ритой. Понятно. Антон. Да. Все, хватит. У нас сейчас будут спрашивать, готовы ли мы с тобой объявить тебя парой. Угу. Что ты думаешь? Мне интересно тебя послушать. А мы здесь все любим, а мы посидим там. Что ты думаешь по этому поводу? А, не знаю, ты что думаешь. Не рано? Вот и я отмажу даже. Мне кажется, просто рановат, но о какой паре вообще идет разговор. А? Да, о какой паре вообще идет разговор. Нам надо с тобой встретиться. Правильно. Мне надо, чтобы ты поухаживала за мной. Я же девочка. Ну, не хоть старше нас 10 лет, но я же все-таки дамочка. Дамочка, я ведь... А ты пока нам не учись ухаживать. Ну, вот я даже так думаю. Потом у нас 20 еще раз на разу. А то, что ты переночевала в женскую спальню на скоровой комнате, ты мне ничего не говоришь. Мне ничего не говорили. Я тебе ничего не говорю. Знаешь, а сегодня еще предварилка. Сегодня мальчики выходят за девочек. Угу. То есть, не обязательно даже, что ты за мной выходил. Если хочешь, выходи. Не хочешь, не выходи. Ну, я знаю, что не обязательно. Потому что у меня, как бы, никто не разу нечего. Это, что за мной не вышло, это тоже, как бы, учитывая этот аспект. Так, получается, ты за мной не выйдешь? Значит, как спать со мной в одной постели. Так ты гораст. Ты с первой бежал вчера. А как, значит, выйти на предварительном голосовании, так все. Ты сказал, ты же не обязательно. Ты нормально все это воспринимаешь. Я устала быть одной! Женское счастье, лысые подруги. Кони, сыночка, танцы. Вот та-да-да-да-да-да-да-да-да. Похоже, многие жители нашего городка совершенно запутались в любовных интригах. Андрей Черкасов поссорил сестер Агибаловых, переключившись с Ольгой на Риту. Ольга обижена и на Андрея, и на сестру. А больше всех переживает Роман. Когда он ухаживал за Ольгой, она предпочла ему Андрея. Потом он ухаживал за Ритой, но и она ушла к Андрею. Посмотрим, как Рома и Андрей будут делить внимание сестер. А Оксана соблазнила Антона, который был симпатичен ее подруге Наталье Варвиной. Теперь Наташа говорит, что ей не нравился Антон. А Оксана, несмотря на флиер, не хочет строить с ним отношения. Но Антон об этом еще не знает. Ну что, столько народу сегодня. Настоящий аншлаг на предварительном голосовании. И это очень приятно, потому что сегодня именно девочек будут целовать наши дорогие мальчики. И первая девочка, которая пройдет тест на поцелуй, будет Надя Скороходова. У меня есть презентик. Я хочу, чтобы наша будущая комната, если таковая будет, была оформлена в стиле джангл. Это вот как бы первое, первое начало. Прекрасно. А поцелуй? Единственное, друзья, что по этому подарку, можно даже подумать, что Надя о нем догадывалась, потому что буквально в цвет прожилок этого цветка был подобран шарфик, специальные вот эти вот валеночки. Все так красиво смотреться в кадре будет. Монтажненько. Следующая у нас будет девушка, которая приоделась в более ярко-красно-розовые цвета. У Кариночки сегодня день рождения. И я уверена, что один из парней обязательно поздравит ее пацана. Я мол... Ты не один, а сразу двой. Что? Нет-то, нет. Иди сюда, нет. Ну, у меня есть... Поздравляем с днем рождения. День рождения. Нет. Спасибо, дорогие мои. Счастья. Ну, у меня есть что сказать. Ну, давайте я скажу. Я просто хочу сказать, что на Новый год я загадала желание, чтобы отметить свое день рождения в доме 2. А, чтобы тебе чувак пришел еще, скажи. Он не придет. Мое горящее сердце я вручу ему, горящему, настоящему мужчине. Я устала быть одной! Ты не одна. Сейчас, подожди. Сейчас мы тебе, принц, покажем кое-что. Нет! Смотри, хочешь ты этого или нет. Уроды! Спасибо. Вот так вот мы поздравляем с днем рождения. А следующая девочка, которая сюда выйдет, Надя Ермакова. У меня есть что сказать. Мой львенок уехал сейчас по делам. Но это на пользу нам. В разломке понять одно мы смогли, что чувства наши сильны. Поэтому возвращайся скорее, и я поцелую от хвоста до ушей. И я буду дальше предавать твоих друзей. Нет, просто у нас нет. Ну вот мы с Ксюхой дома. Вот так вот, собственно говоря, мы ждем львеночка. А сюда выйдет Варвина Наталья и сама расскажет, кого и чего она там ждет. Я не виновата. Ой. О, самка не виновата. Я, я. Мне пришел. Ой, Костя, поцелуй. Прекрасная сцена. Поцелуй. Ну что ж, замечательно. Оксана на выход лысая. Женщина лучшая, друг подруги. Чего он сказал ему так? Так здорово встретить человека такого, с которым тебе так легко и свободно, который тебя понимает и ценит. Спасибо, лысенок, тебе за все это. А, женское счастье, лысые подруги. Вот. Сюда выходит сейчас Рита. Вот. Ты на круг, на круг выходи. У нас все на кругу происходит. Не стесняйся. Первый танец был? Первый поцелуй был? Да чего у тебя только не было. Первые цветы. А кто-нибудь подержит? Тебе. Да, ну что ж, Радочка, у тебя уже тоже был и первый поцелуй, и точечки на «ды», поэтому выходи вот на эти точечки, и я уверена, что Рафаэл сейчас тебе наверняка какую-нибудь точечку поставит. Вот и точечка есть. Ну, Рафаэл. Рафаэл. Забирай его, мама! Нет, я не ухожу. Ну, Радочка, ты пока одна, да. Вот так получилось. Да, точечка. Да, ну что ж, Олечка, у тебя уже был и первый поцелуй, и первые цветы, и Андрюха тоже был. Может, что-то у тебя еще будет в жизни, помимо такого счастья. Да, я хочу сказать, я обратиться к телезрителю, хочу сказать, что сердце мое... Сердце мое свободно, как птица, по небу порхает легко. Встретить хочу благородного принца, не того, что обнимает сестру. Ну, получилось не очень зрительно, но готов от смысл хорошо. Я за Ольгой, я за Ольгой. Ольга, я хочу тебя построить на самом деле. То, что ты больше не с Андреем. Ты безумно суперски выглядишь, ты сделала все абсолютно верно. Рита, не верь Андрею, он тебя обязательно обманет, так же, как и обманул Ольгу. Задумайся об этом. Ну, мне кажется, мы все этого долго ждали. Наконец-таки выход Ульяны и воссоединение, видимо, с побитым за свидание с Радой Рафаэлом. Я не помню, что за варианты вдаль. Рафаэл, ко мне! Чихо! Голос! Рафаэл, голос! Давай! Дорогая, я хочу перед тобой извиниться, что вчера тебя заставил... На колени! Нет, заставил... Голос на колени! Переживать... Рафаэл, на колени! На колени, Рафаэл! Фу, фу! Дорогая, стой! Я хотела тебе, в знак нашего примирения, подарить кое-что, что тебе очень нравится и будет тебе напоминать обо мне. Вот. А, да. Савенок. Это Савенок, да. Я так называю Ульяну. Да? Пойдем. Ну что ж, у Ульяны теперь есть две игрушки, Рафаэл и Савенок. А со всем этим мы разберемся на лобном месте. Сегодня на выборе симпатии Оля ждала принца, а за ней вышел Роман. Может быть, она ошиблась, когда-то выбрав Андрея? Об этом мы узнаем на лобном месте. Встречайте нашу ведущую. У меня сегодня столько подушечек, кто-то позаботился. Кто это? Какие мальчики. Ну, с вас тогда, друзья мои, и начнем. Рома и Оля, хочется обратиться к вам. Скажите, пожалуйста, вот все какое-то у нас недопонимание происходит, такое, знаете, история «Вот хожу я от дома к дому, от одного хожу к другому». Такая вот песня была у Аллегровой, по-моему. Вот как в этой песне, Олечка. Так сказать, сестра увела Андрюшу, и ты решила вернуться к уже брошенному тобою роману. Как вот так? Ну, во-первых, я не решала вернуться, а для меня было неожиданно, то, что Рома выйдет за мной на голосование предварительно. Мне было очень приятно. Ну, это была приятная неожиданность? Приятная неожиданность. Я думаю, он по-дружески меня поддержал, я очень ему благодарна. По-дружески? Давайте спросим, Рома, ты по-дружески поддержал? Ольга, на самом деле это не так. Во-первых, я безумно рад, что твои отношения с Андреем закончились, ты молодец, ты сделала правильное решение, просто супер. За тобой я вышел, прежде всего, чтобы поддержать и сообщить тебе о том, что ты мне безумно нравишься, и я хочу, чтобы у нас были отношения более, чем просто дружеские. Да, ну смотри, Рома, она сегодня нарядилась-то для принца, ты думаешь, ты на роль принца-то подходит? Я буду стараться. Будет время, я попытаюсь доказать Ольге то, что я действительно к ней очень хорошо отношусь. Ну что же, Олечка, будешь воспринимать его, Роману, таким, как он есть, или будешь из-за него принца делать? Я привыкла воспринимать людей такими, какие они есть. А подойдет ли мне этот принц? Посмотрим. Ну что ж, что-то прекрасно. Супер. Спасибо. Так, ну что же, наша следующая тема, это, конечно же, Оксана и Антон. Друзья, что у вас происходит? Соберя, у нас все нормально происходит. Да. Ты и Галя? Мы с Оксаной присмотрели друг к другу, скажем так, и решили, что нам вместе хорошо, удобно. Мы говорим о какой-то любви, мы не говорим о чувствах. Да мы тоже. Нам вместе хорошо, удобно, мы присматриваемся, принюхиваемся, как говорит Оксана. Основное слово удобно, по-моему, нет? Нет, все-таки нам хорошо. Вместе. Оксаночка, а ты что-нибудь скажешь? Мне с ним интересно, мне весело, он мне симпатичен. Объявлять парой, я категорически сейчас против, потому что мне надо принюхаться к нему. Принюхаться? Да. Интересно. Оксаночка, а ты мне, вот я помню, вчера только позавчера говорила, что Антон целыми днями читает книжки, не уделяете внимания. Да, было, но вечером на днях он должен был прийти, а сам читал книжку. Он устал, как он сказал, у него спросила потом. Я, в принципе, целыми днями вижу, как Антон читает книги. Ну, это не плохо. Так это хорошо, Геннадий, брал бы с него пример, ты знаешь, Это не плохо, да. Честно говоря, тебе бы я тоже позаветовала этим занятиям. что последние два дня он проводит со мной постоянно. Оксана, Антон для тебя не молод? Молод. И, наверное, это тоже привлекает. Ага. Уже привлекает? Уже привлекает. Уже потяну он у молоднячок. Я знаю другую информацию. Карина? А я знаю от Нади Скороходовой, что Антон не тот мужчина, и тебе, если даже быть с ним, надо очень поработать над ним, чтобы он был там, не знаю, подкачался, Чего ты вдруг от меня знаешь такую информацию? Я сегодня мне это озвучила, что у них что-то произошла близость, но ты говоришь, что Оксана сказала, он не такой. Ты перевираешь слова. У тебя такое уже бывает. Я тебя понимаю, что у тебя с памятью уже не все в порядке, я это знаю. Ты сказала, что у Оксаны были мужчины, ну такие, там статные, там такие. Я тебе сказала в ответ, что могут быть мужчины разные. Вот и все. Я тебе сказала, что Антон не подошел ей, и она будет работать над ним. Ну хорошо, телезрители узнают, говорил ты такой или нет. Карина чистый подстрекатель. Вот что означает, дружба с Рустамом дает о себе знать. Хорошо. И Радочка, конечно же, Рада, хочется к тебе обратиться. Ожидала ли, что Рафаэль, после всех ваших выпиваний на бруденшафт, поездок, огненных цыганских ласк, что он не выйдет за тобой? Ожидала? Ожидала, честное слово, потому что, ну как бы я сегодня отошла в сторону, пускай она увидит, как бы, Последние деньги пусть порадут. Ну да, один день. Ну, как Ульяна, да, тебя зовут? Вот. Радочка, ну скажи, ты не теряешь надежду завоевать сердце Рафаэля? Нет, тем более он мне дал вчера повод, как бы, чтобы... А вот ради интереса, вот как ты дальше будешь действовать? Мне кажется, что Уля уже так цепко схватила руку Рафаэла, что вряд ли... Ну ты... Рафаэля, Рафаэль. Слушай, у него какое-то странное имя, я его буду по-разному называть. Ну что, Раф, Раф. Она схватила Рафа-Гав-Гав за руку так, что уже не отпустит никогда, мне кажется. Поживем, увидим, но мне кажется, что у меня как бы все получится. Ну что ж, рада, уверена, что у нее все получится. Рустам. Я хочу сказать, что тут мы вообще нам даже ждать чего-либо не надо, потому что Раф, понимаешь, чистый домостроевец, абсолютный. С Ульяной я проводил несколько раз беседу, мы разговаривали вдвоем. Она к этим, к этой категории людей не относится. Ей, конечно, нужны приключения, но сейчас она немножко под ним, потому что, если ты знаешь, то Раф раньше был ее начальником. Вот, чистый начальник, чистый босс. Да, и, естественно, конечно, Ульяна немножко еще так побаивается этих всех дел. Раф, как домостроевец, он еще и трусоват, как каждый домостроевец. Естественно, он боится разрушений каких-то вот этих конструкций. Конструкция это что? Это Ульяна. Но на самом деле, для того, чтобы мы поближе узнали и вообще узнали ребят, мне кажется, им нужно вот это вот все. Вот эта девушка, ребята, она вам очень нужна. Будулаев вспоминаем. Кони, сыночка, танцы, вот это все еще, ребят, там была интрига. Клавдия, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И пошло, ребят. И что ж, и пошло, и обязательно будет иметь все это продолжение. Это был телепроект Дом 2, построй своей любовь. Счастливо оставаться. Счастливо оставаться. О, а тут что-то как-то не чистят, по-моему. Ну, я и не сомненько взял. Ой, ну так это за зайка такая выскочила. Так у меня ноги развесятся. Днём рождения, Карина! Днём рождения, Витя! Какая матёрая перечница. Растевайте, мать девчонки! Растевай, давай, растевай, растевай! Сегодня у Карины Красавиной день рождения. Её лучшая подруга Настя Дашко любезно предложила отметить праздник в её городской квартире. Поэтому Карина пригласила друзей с поляны и отправилась в город. С днём рождения, Витя! С днём рождения, Карина! С днём рождения, Витя! Спасибо! Привет, ребята! Положим, он туда нашёл её. Поздравляем с Довестным цветом. А что там? Почему брали красный и чёрный липчик? На, держи. Спасибо! Спасибо! Масянка моя, ну что, поздравляю тебя с Кэби-билкой, Кэби-юк. Вот. Но я на самом деле сегодня уже только с Натоми говорила о том, что давай бы её уже построить любовь, прекратить быть сильной женщиной, что наконец нужно найти мужское плечо сильное. И, конечно, расслабиться быть слабой женщиной. Но всё равно остались такой же добрый, милый, ласковый. Вот. И нас всех рады, давай. Давай, давай в подарок. Будем иногда рады с коммунитетами. Надя! Ну, извините, всех отлы, кроме я. Эй, да, мои девочки. Так, классно. Так, что? Всё, да? Все готовы, у всех на Лили? Кстати, я сказала, что она очень рада, что с тобой познакомилась, ты ей очень понравилась. Так, все готовы на Лили. Я понимаю, что всё только самое начальное, что потом вот там где-нибудь Гена будет с кем-то тусить, вот там в туалете будет Габозов мириться с Северманковой, и всё будет весело. Вот, но хотелось бы как-то вот всё-таки начать, для того, чтобы мы все не забывали, для чего мы здесь собрались. Чтобы собрались все по поводу того, что у нашей замечательной, у великолепной, у самой лучшей Азимовщики на Доме-2 сегодня день рождения. Говори, говори, пусть она говорит. Вот, в общем-то, Карина, я думаю, что я сначала предоставлю поздравление мужчине, а потом уже поздравлю сама. Ну, я могу лишь, Карина, всего лишь присоединиться, желаю тебе счастья и здоровья, оставайся такой же умничкой, чтобы, такой же простой, чтобы люди тебя понимали, а если даже иногда не понимали, потом всё-таки поняли то, что они не поняли. Бородина, спасибо. Рустам с Геной приходили и уговаривали, чтобы я на день рождения поехал. Что я тебе по поводу примирения и говорю, это же не просто так. Я понимаю. Ну, мне что, я сказала один раз, что я не поеду на день рождения. Я не буду два раза. Все сказали, потому что она будет голосовать против Карины. Нет, какой против Карины? И мы сразу с Кариной заголосили. Первая причина, это ты. Ты что, можешь против Карины голосовать? Она говорит, нет, говорит, а Карина против тебя голосует, против Буша. Она говорит, у меня там пять кругов уже продумано. Да, у Лея она. И на меня поднимается Карина и слышит, где я с другого продумала. Я говорю, ну, пускай она, как считать нужно, пусть так и голосует. Я говорю, у меня свои как бы. Она осуждается в помощи всех Рустама, Гены, Насте. Она сама ничего не может. У тебя там и её ошибка большая. Большая её слабость, это её. А народ открывает только тогда, когда, бля, кто-то рядом есть. Когда никого рядом нет, она снит в своей норе и нос не высовывает. Да. Ну, что, ребятчик, я хочу сказать, что всё равно у них не такой сплочённый там лагерь. У них, да, у них сегодня они вместе, завтра они в Розе. А мама, вот, мне интересно, вот она эти эфиры посмотрит, я не знаю, что там там выходит. Как вот, ну, разве не видишь, что в основном Оля тебя прессингует, а не ты её? А Оля, наверное, а, ну, я помню, да. Алло, мам, ты представляешь, я Рита пришла. Ты знаешь, что она сказала, мам, да? Она сказала, что мы с Андреем не пара. Мам, ну, ты представляешь, что она сказала, это глупенькая девочка, мам. Но я не знаю, что с ней делать. С мамой часто общаешься? Позвони ей сегодня. Скажи. Мам, ну, сегодня Оля вышла, типа, вызывать своего белого принца. А тут Рома вышел. Ты знаешь, мама, прикинь, они якобы вместе теперь, да, и поехали на день рождения. Кстати, мам, она так вчера некрасиво танцевала на столе. Мама. Андрей. Я не знаю, что с ней делать. Ты её забери отсюда. Играть в её игру? Око за око. Я не знаю, вот из вас кто-нибудь верит в то, что Рита здесь может надолго задержаться? Да. Я вообще сомневаюсь. Сейчас Андреев поиспользует и всё. Да нам бы никогда не попало бы, если бы нет истории с сестрой, с Ромой там. Генка нет. Почему? У-у-у. С младшей как бы, ну, я не знаю. Она для него не вариант. Он срал, он ей в лицо говорит, что ты ни о чём. Особо перспектив я у неё не вижу в плане развития здесь на проекте. И отношения она вряд ли сможет построить. Для неё вот это всё, знаете, как некое приключение. Приключение, да. Она попала сюда и поплыла по волну. Потусила летние каникулы. Ну, такого никакие сейчас зимние каникулы, там, знаете, две недельки для неё. Вот я говорю, она потом придёт в институт и говорит, какая матёрая перечница потусила с пацанами из дома 2. И все ей будут говорить, как там, как там. А она будет ходить и себя чувствовать такой девахой просто шикарно. Леди и джентльмены, впервые в России паттл между... Элеги, Ирнадик, зайдите с нам мужчину, все символы, где прятает у нас. Дом, котов, Александр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА